Вот вопрос, сколько в Англии может стоить наша копейка? 3000 фунтов. За такую начальную цену, примерно 300 тысяч рублей, в Британии выставили на аукцион советский ВАЗ-2101. Объявление появилось на сайте компании, которая занимается скупкой продажи автомобилей. Хозяин рассказал, еще в советское время купил машину в Латвии, ну а затем переправил в Англию. Ретро-кар 75-го года выпуска. Несмотря на почтенный возраст, он в рабочем состоянии. Салон обид коричневой кожей. Снаружи почти не дают царапины. В некоторых местах лишь мелкие пятнышки ржавчины. Интерес англичан к советскому автопрому далеко не новость. Такие машины очень любят местные богачи. Еще бы, Роллс-Ройсом, Бентли, Ягуаром в своем гараже никого не удивить. Ну, правда, советскому автопрому явно не хватало спортивной линейки. Многие согласились бы заполучить быстрый, роскошный автомобиль. Примечательно, чтобы ездить на таком, не обязательно много платить. Заряженные модели бренды предлагают сегодня в самых разных сегментах. И в люксовом, и в среднем, и даже бюджетном. Конечно, их немного, но они есть. От базовых версий такие авто отличаются более мощными моторами, перенастроенными шасси, усиленными тормозами. Есть отличия во внешности и интерьере. Сравним три относительно недорогих заряженных модели, официально представленных в России. Первый – отечественный вариант. Седан «Лада Веста Спорт». Под капотом бензиновый атмосферник, объем 1,8 литра, мощностью 145 лошадиных сил. Максимальная скорость 193 км в час, разгон до сотни 9,6 секунды. Привод передний. Коробка передач, пятиступенчатая механика. В базе. Семнадцатые легкосплавные диски, датчики дождя и света, подогрев руля, климат-контроль, аудиосистема. Цена от 1 миллиона 66 тысяч 900 рублей. Второй. «Британец» трехдверный хэтчбэк «Мини Купер С». Двухлитровый бензиновый турбомотор развивает мощность 192 лошадиные силы. Разгон до сотни укладывается в 6,7 секунды. Максималка – 235 км в час. Привод передний. Коробка передач механическая, шестиступенчатая. В списке стандартного оснащения. 16-дюймовые легкосплавные диски, 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, спортивные сидения, аудиосистема. Цена от 1 миллиона 870 тысяч рублей. Третий кореец – «Хёнде Ай-30Н». Двухлитровый бензиновый турбодвигатель выдает 249 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает порядка 6,5 секунд. Максимальная скорость – 250 км в час. Привод передний. Коробка, шестиступенчатая механика. В базе – 18-й литые диски, аудиосистема, беспроводное зарядное устройство, подогрев руля и форсунок стеклоомывателей, система старт-стоп. Цена от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Машины очень разные, как внешне, так и по возможностям. Ладо наиболее доступное, но и двигатель слабее всех. Зато даже базовая комплектация вполне на уровне. Менее дороже и намного. Но он и помощнее, и подинамичнее. Плюс только у него в виде доп. опции доступна автоматическая трансмиссия. Хёнде самый дорогой, но и самый мощный. Хотя по динамике выигрывает у британца буквально доли секунды. А вот комплектация заметно богаче остальных. Что касается интерьера, то самый оригинальный салон у британца. Кореец более строгий. Ладо вполне на свои деньги. Просто, но со спортивной изюминкой. Поэтому, если вам нужны авто погорячее, варианты есть.